Всем привет! В прошлом видео я рассказывал о том, что мы собираемся снимать интервью с разными компаниями, которые могут быть классной альтернативной большой тройки. Так вот, мы уже начали снимать интервью. Во вторник в часов 10 утра ждите первое интервью с Partners in Performance. Разговор был очень интересный, я думаю, что вам стоит посмотреть. Сейчас же я вам хотел рассказать общий паттерн, который мы будем использовать для интервью, чтобы вы могли более-менее посравнивать ответы представителей разных компаний. А, во-первых, мы придумали хэштег, который будем использовать. Так что вы всегда сможете легко найти наше видео. Консалтинг плюс плюс. К сожалению, символы плюс использовать нельзя было, поэтому будем использовать слова. Почему плюс плюс? Потому что, во-первых, навеяно моим любимым C++, а во-вторых, означает, что есть консалтинг, а есть еще что-то дополнительное. Другие консалтинг-компании, не только тройка, а есть еще и другие компании, не только консалтинг, где также можно многому научиться и здорово карьерно вырасти. Вот с такими компаниями мы будем беседовать. Что мы будем у них спрашивать? Понятно, мы будем спрашивать вопросы, которые интересны вам с точки зрения кандидатов и будущих сотрудников компании. Ну, мы не могли не систематизировать подход к вопросам, поэтому здесь мы придумали вот такую структуру из четырех бакетов на первом уровне и где-то по три вопроса на втором. Начинаем мы все с такой journey человека от потенциального кандидата, потенциальный кандидат до кандидата, когда человек подает документы, что им интересно знать в этот момент. Работник, сотрудник. Что делают сотрудники, что важно знать нам об их деятельности. И, наконец, выходец. Выходец. Поработав в компании, что ты получаешь такого, что можешь двигаться дальше по карьерной лестнице? Возможно, в других компаниях. Так вот, касательно потенциального кандидата, нас будут интересовать три вопроса. Во-первых, самый главный, который всегда спрашивает на фит-интервью и в мотивационном письме, чем компания отличается? Вот этот каверзный вопрос всегда задают на фит-интервью. В этот раз мы зададим этот каверзный вопрос как раз тем людям, которые его спрашивают, посмотрим, что они сами расскажут. Второе. Почему вы гордитесь своей работой? Мы беседуем с компаниями, где люди работают не только за деньги, а потому что им нравится это делать. Мы хотим понять, почему, что такого в работе людей, с кем мы встречаемся, что они хотят идти на работу каждый день и радуются этому. И третье. Где вы видите компанию через пять лет? Какие изменения она будет претерпевать? В какое направление будут двигаться? Может быть, это будет больше диджитализации? А может быть, будет больше, наоборот, углубления в текущей сферы компетенции, в текущее конкурентное преимущество? Посмотрим. Это что касается потенциальный кандидат? Потом кандидат. Что кандидату важно знать? Какие навыки нужны? Какой опыт нужен? И как проходит отбор? То есть, по сути, какой багаж знаний и опыта нужно набрать, если вы хотите попасть в эту компанию? Какие должны быть навыки? Где вы должны поработать? Куда, может быть, пойти работать, чтобы подготовить необходимый опыт? Потом, как подготовиться к отбору? По отбору у меня есть гипотеза, что будет более-менее одинаково везде. Ну и прекрасно. Давайте эту гипотезу подтвердим. Если же это не так, хотя бы узнаем, в чем будут отличия. Что касается сотрудников, здесь, наверное, начинается самое мясо интервью. А именно, какие индустрии и бизнес-функции? Это раз. Потому что в одной компании могут делать стратегию в разных направлениях. В другой компании могут сфокусироваться на операционной деятельности. Это важное отличие, поскольку они будут определять, чем вы занимаетесь каждый день на протяжении нескольких лет. Поэтому о них, конечно, нужно знать. Международные возможности. Есть ли возможность в компании поехать в другую страну, набраться опыта и, возможно, даже перевестись в другой офис? А если и не перевестись, то вернуться обогащенными знаниями, навыками работы с людьми из разных культур. Про это обязательно спросим. Так, третий вопрос. Культура корпоративная. Понятно, что есть общие слова, что, типа, у нас работают удивительные, необычные люди, такие, которых нигде нет. Об этом все говорят. Но мы постараемся в нашем разговоре пойти глубже и понять, а в чем же действительно отличается эта компания от всех других компаний. Учитывая, что все говорят про уникальных людей и крутую корпоративную культуру. Попробуем копнуть глубже. И четвертый вопрос, очень интересный. Это карьерная лестница. Какие позиции, как долго, какие навыки нужны на разных позициях? И самое интересное, какие зарплаты? Я понимаю, что с зарплатами будет некоторая сложность, поскольку компания обычно не любит рассказывать про зарплату, но, тем не менее, кое-что полезное мы попробуем выудить, учитывая, что у нас есть некоторое знание по другим компаниям, с которыми можно сравнить. Так, теперь выходец. Выходят достаточно простые вопросы. Какие навыки на выходе? И куда люди уходят? С каких позиций и на какие позиции? Соответственно, вы сможете для себя решить, хотите ли вы поработать в этой компании некоторое количество лет, чтобы потом совершить следующий шаг в своей карьере, перейти на новую позицию. Интересуют ли вас эти позиции? Если интересуют, то отличный способ пойти работать в эту компанию и продвинуться ближе к этим позициям. Если же нет, вы можете сказать, нет, это не для меня, для меня будет другая какая-то компания подходящая, в которой я смогу продвинуться туда, куда хочу добраться. Так вот, вот они эти вопросы. Конечно, разговор будет немножко меняться в зависимости от собеседника, в зависимости от того, куда диалог идет, но мы постараемся покрыть их все. Если у вас есть какие-то комментарии, может быть, что-то еще сюда стоит добавить, напишите, пожалуйста, будет очень интересно. И, конечно, лайкайте, подписывайтесь, смотрите на нашем сайте транскрипт всего, что я здесь рассказал, и stay in touch. Все, до связи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok